Мини-футбольный клуб Тюмень уступил в первом матче полуфинала Кубка России. Черно-белые на выезде проиграли «Газпрому» Югре из Югорска 2-3. Ответный поединок состоится 4 марта на берегах Туры. В стартовой половине встречи команды показывали вязкую игру с обилием жестких стыков и единоборств. В таких условиях первый гол становился знаковым событием. Артему Антошкину не удалось реализовать, казалось бы, верный голевой момент. На экваторе тайма лишь сумасшедшая реакция 40-летнего голгипера хозяев. Звиада Купатадзе не позволила Андрею Батареву стать автором первого забитого мяча в этой встрече. Лишь незадолго до перерыва соперники обменялись голами. На 23-й минуте бразильский вратарь черно-белых Лео Гужиэл нарушил правила в своей штрафной на соотечественнике Щимбе. Нандес с 6-метровой отметки пробил точно в створ и мимо голкипера. Ответное взятие ворот организовал Батарев. Отвоевал мяч у Николая Шистерова, выбрался на удобную позицию и сравнял цифры на табло. «Хорошая игра по накалу, по интенсивности. Очень много борьбы было. Немало моментов для зрителей. Я думаю, интересно было наблюдать за этим всем. По моментам пропустили такой, можно сказать, обидный гол в конце первого тайма. Но хорошо вышли на второй. Хорошая заряженность была». Начало второго тайма стало для тюменцев чудовищным кошмаром. Подопечные Игоря Путилова за несколько минут пропустили два подряд мяча. В обеих результативных комбинациях «Газпрома-югры» участие принял Максим Волынюк. Воспитанник черно-белых выступил ассистентом для Андрея Афанасьева и Дмитрия Лыского. В дальнейшем обе противоборствующие стороны имели немало шикарных шансов отличиться. Но в итоге следующий гол зрители увидели только на 39-й минуте. Гости организовали важнейшее с турнирной точки зрения взятие ворот, которое может стать хорошим подспорьем во время ответной игры в Тюмени. Сергей Крикун забросил мяч в чужую штрафную, а Андрей Соколов красиво его переправил в сетку над Купатадзе. Оставшаяся часть матча проходила в равной борьбе, но острее все-таки атаковали гости. Только высочайшее мастерство вратаря, который билет в профессиональный спорт получил в Тюмени и с тех пор лучшие свои матчи проводит именно против бывшего клуба, позволило северянам удержать победный счет. Игра получилась обоюдой острая. В первом тайме немножко, может быть, это «Газпром» у нас еще был активен, а во втором мы в конце уже начали давить, не забили. «Газпром» забил в свои моменты, мы не забили. Мы переезжаем в Тюмень, второй тайм, как говорится, на нашей площадке, поэтому ждем в гости с удовольствием команду, соперника. Сегодняшний матч, я думаю, понравился зрителям. Такая обоюдно острая игра, с хорошим количеством моментов с обеих сторон. Ну и ребят с нашей хорошей игрой поздравляю и готовимся к следующей матче». Ответный полуфинальный матч состоится в Тюменском спорткомплексе «Центральный» в среду 4 марта. Его начало 19.00 по местному времени. «Я думаю, что в один мяч выиграли, но это ничего еще не значит, потому что сейчас там в Тюмени будем на домашней их площадке играть, и будет еще намного тяжелее». «Я думаю, что в тряп fewные минуты нам нужно это сделать. Продолжение следует...